Жилой фонд Ульяновска уже отапливается, но теплые волны пока не докатились до одного из домов на улице Карла Маркса. Жители дома номер 33-2 в середине октября продолжают мерзнуть в своих квартирах. Наша съемочная группа пообщалась с местным населением. Зинаида Ивановна из шестого подъезда ждет горячих батарей. Многослойная одежда и подручные средства пока что выручают, благо на улице еще тепло. В одежде спим. Три кофты одеваем. Сначала под одеяло греем с бутылкой. Ноги греем. Так согреваемся. Алексей Арсентьев также поделился бытовыми новостями. Главное, чтобы дочка Настя не замерзла. Папа пятилетней девочки переживает о ее здоровье и комфорте. Для обогрева помещения пригождается арсенал радиаторов и даже посуда. Ну, холодно, конечно. В каждой комнате по обогревателю. Значит, на кухне с утра встаем, ставим кастрюлю с водой на газ, пока она минут 15 нагревается, чтобы потом маленько хотеть со мной тепло было. Запуск тепла и исправность коммуникации отвечает предприятие городской теплосервис. Но на участке произошел порыв. Сотрудники этой организации отказались прокомментировать ситуацию по дому на Карла Маркса. Пришлось обратиться в городское управление ЖКХ. По данному дому конкретно у нас произошло следующее. В частности, данная работа на устранение порыва на наружных сетях после пуска уже, который прошел, выполняет как раз городской теплосервис у нас в штатном режиме. В нескольких домах батареи также пока холодные. На сегодняшний день у нас не запущено всего пять объектов. Это два дома ТСЖ и ЖСК. В Заволжском районе один дом и в Засвияжи. И три дома у нас после пуска тепла рванули разлива, кое-где есть утечки. Стоит отметить, что городской теплосервис находится в крайне шатком положении. У них имеется серьезная кредиторская задолженность. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.